МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поздним вечером 29 января в московском районном суде города Твери суд огласил решение в отношении заместителя начальника главного управления МЧС России по Тверской области, начальника управления по надзорной деятельности и профилактической работе Дениса Евсеева. В суд обратился следователь отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета с ходатайством о назначении Евсееву мера пресечения в виде заключения под стражу. Как мы уже сообщали, Денис Евсеев был задержан ранним утром 28 января по подозрению в получении взятки. Задержанию предшествовала оперативно-розыскная работа сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Тверской области. Задержания и обыски прошли сразу по нескольким адресам. В этой работе участвовали оперативники ОЭППК ОМВД, следователи регионального следственного комитета при силовой поддержке СОБРа Росгвардии. Помимо Евсеева задержаны начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери Денис Никитин и старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району регионального управления МЧС Максим Мартынов. По данным следствия, в 2019 году должностные лица действия группы лиц по предварительному сговору получили взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в пользу третьего лица, а именно получения необоснованно завышенной скидки по размере свыше 1 млн. рублей на приобретение автомобиля. Взятка предназначалась за невыявление нарушений в сфере пожарной безопасности на объектах двух обществ Твери в 2020 году. По данному факту, в ССК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса. Во время обысков по месту проживания и работы подозреваемых изъяты предметы, электронные носители информации и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Следствие аргументировало свое ходатайство об аресте тем, что Евсеев может оказать давление на свидетелей и подчиненных, уничтожить вещдоки и скрыться. Адвокат и сам Евсеев утверждали, ни на кого давление оказано не будет, бежать некуда, потому как у Евсеева здесь, в Твери, семья. Сам подозреваемый и его защитник просили суд, если и накладывать ограничения в свободе, то в виде домашнего ареста. Адвокат зачитал положительную характеристику на Евсеева с места службы и просил учесть суд все награды и поощрения своего подзащитного. После того, как суд ушел в совещательную комнату, мы обратились к Денису Александровичу с вопросом. Можете что-то сейчас сказать на камеру? Практически через час суд огласил решение. Избрать в отношении Дениса Евсеева меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, по 27 марта включительно. Тем же вечером принято аналогичное решение по мере пресечения Денису Никитину и Максиму Мартынову. Тверской областной суд оставил без изменения приговор Московского районного суда Твери от 12 ноября прошлого года по делу Людмилы Алмасовой, главного государственного налогового инспектора, выездных проверок номер 2, инспекции Федеральной налоговой службы России номер 10 по Тверской области. Следствием и судом установлено, что 22 декабря 2018 года главный государственный налоговый инспектор, бежевая инспекция номер 10 Тверской области получила взятку в крупном размере 700 тысяч рублей за выполнение действий, которые входили в ее служебные полномочия, а именно способствование в исключении организации из плана выездных налогопроверок, то есть мероприятия налогового контроля. В дальнейшем сотрудниками УФСБ данный главный налоговый инспектор была задержана с поличным на месте преступления. Благодаря кропотливой работе следователя СКР и оперативных сотрудников регионального УФСБ удалось подтвердить обстоятельства совершения получения взятки в крупном размере со стороны сотрудника налогового органа. Приговором суда подсудимый назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 30 января апелляционная инстанция Тверского областного суда, рассмотрев жалобу осужденного Насирова, оставила приговор Конаковского городского суда от 27 ноября прошлого года без изменения. Как мы уже сообщали, Рашид Насиров обвинялся в мошенничестве, краже и убийстве четырех человек. Насиров входил в организованную преступную группу черных риэлторов, на счету которой девять убийств. Дело Насирова, а с ним заключено досудебное соглашение, выделено в отдельное производство. Дело в суде рассматривалось в особом порядке. Я с первого дня задержания сотрудничал с следствием, ничего не скрывал, заключил досудебное соглашение, свое имя, расстраиваюсь, сожалею, с одеянным. Прошу не судить меня строго. Суд назначил 57-летнему Насирову наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.